4 мая отмечается как День собачьего счастья, но на этот раз позитивный праздник был сильно омрачен. Уже почти три недели значительная часть российского общества бурлит, разделившись на два лагеря из-за спорного законопроекта, внесенного в Государственную Думу. Он касается внесения поправок в действующее законодательство о животных и дает право регионам на свое усмотрение применять методы регуляции численности бездомных кошек и собак, в том числе негуманные – эвтаназию. В регионах России прошли слушания круглой столы с привлечением общественности по этому законопроекту с участием экспертов из некоммерческого сектора. Единства мнений достичь не удалось оппозиции Тверского региона реакции общественности на законодательные нововведения в нашем специальном репортаже. С момента принятия закона об ответственном обращении с животными прошел уже пятый год. Однако далеко не все регионы создали у себя условия для его выполнения. Например, потребность в приютах для животных в России сейчас закрыта лишь на 25%. А без этих объектов невозможно выполнять большинство норм упомянутого закона. По сути дела, провалив эту работу, некоторые субъекты пустили проблему безнадзорных собак на самотек, что привело к ряду серьезных инцидентов. В качестве выхода из этой ситуации они же в первую очередь и предложили возвращение к практике умертвления бесхозных животных. Однако давно известно, что эта проблема не может быть решена методом истребления и убийств. В этом уверены специалисты и зооволонтеры. Практика показывает, что только грамотно налаженная и добросовестная кропотливая работа может привести к улучшению ситуации. Это подтверждает опыт регионов, таких как Ленинградская, Псковская, Нижегородская, Ивановская и другие области, качественно организовавшие у себя комплексную деятельность по обращению с бездомными собаками. Например, после строительства приютов в Твери, Бежицке, Ржеве и постепенного налаживания там работы, по данным Роспотребнадзора, в Тверской области за последние пять лет число покусов бродячими домашними животными значительно снизилось. Это связано с комплексной и профессиональной работой как органов исполнительной власти, госветинспекции, так и, конечно же, волонтерских организаций, которые активно занимаются этой проблемой. Определяют бездомных животных в приюты, стерилизуют, прививают, ведут их учет, лечат и отдают питомцев добрые руки. Такой подход, по данным опросов, поддерживает абсолютное большинство россиян. И имя инициатива, разрешающая умертвление братьев наших меньших, показалась неприемлемой. Вот что сказала по этому поводу в эксклюзивном интервью для нашего канала зампредрабочей группы по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы Елена Иванова. Сегодняшнее обсуждение по праву к закону проекта 498 в Госдуме вызвало одновременно и возмущение, и недоумение. Недоумение по поводу того, что выступающие чиновники от неблагополучных регионов продемонстрировали полное непонимание проблемы, полное непонимание причин бездомности и как с ними можно бороться. Борются только с составами бездомных собак и только их и видят. И возмущение того, что крайне предвзятый был вписок выступающих. До слова давали в основном регионам, которые саботируют закон. Тверские законодатели учли мнение общественности, а также позитивные подвижки в нашем регионе с организацией работы с бродячими животными и не поддержали жесткие поправки в 498-й федеральный закон. Тверский регион не поддержал эти поправки. И я полагаю, что все-таки федеральные законодатели поторопились в принятии такого необдуманного, на мой взгляд, решения. Это очень опасный прецедент, когда дают право региональному законодательству превалировать над федеральным. И мы еще можем увидеть очень неприятные последствия в других сферах. И действительно, там, где работа с безнадзорными собаками была организована должным образом, ситуация стала существенно выправляться. По статистике Роспотребнадзора, с 2018 года в Тверской области сократились случаи бешенства. Эта методика борьбы с проблемой бездомных животных на практике показала свою эффективность. Отдельно общественники указывают на попранный новыми инициативами морально-нравственный аспект. Хочу выразить сожаление по поводу позиций большинства регионов. В свое время десятки миллионов людей проголосовали за поправки Конституции по гуманизации законодательной системы. Принимая поправки в 498 закон, мы, по сути, возвращаемся в прошлое. Мы решили провести свой опрос и узнать, как жители Твери относятся к новым законодательным инициативам. В Госдуме законопроект новый обсуждается, который позволяет умертвлять бездомных животных. Скажите, как вы к этому относитесь? Нейтрально отношусь. Если честно, я отношусь к этому с негативом. Я не считаю, что можно решать жизнь животного таким образом. Мы должны поддерживать их жизнь, пытаться найти их хозяев, как-то по-другому решать эту проблему, не усыпляя животных. Как это сейчас решается, забираются с улицы, отвозятся в приюты, и там они проводят время для поиска хозяев. Гумания не таким способом решать, не умертвлением, а, допустим, может, стерилизация какой-нибудь, вкладывать какие-нибудь федеральные деньги в открытие новых домов. Только так. Я думаю, что умертвлять это слишком жестко. Можно было бы просто приюты сделать для животных. Вот. Но это мое мнение. Потому что они бездомные стали от чего? Что хозяева их бросили. Пускай хозяева за ними и наблюдают, почему должны власти об этом заботиться. Умертвлять не надо. Надо сдавать в эти приюты собачьи. Жалко. Они тоже как люди. Живешь и привыкаешь к собаке-то. Я категорически против. Мне кажется, это неправильно. Лучше их в приют забрать хотя бы. Как мы видим, опрошены нами тверичане почти единогласны за гуманное отношение к братьям нашим меньшим. Против предлагаемых поправок, узаконивающих умертвление собак, выступили многие известные российские деятели культуры, политики и общественники. Среди них поэт Илья Резник, певцы Эдита Пьеха, Лев Лещенко, артист Владимир Винокур, депутат Госдумы, ушедший сейчас на фронт Виталий Милонов. Он категорически против этого законопроекта. Это полнейшее мракобесие. Предлагаемые меры никоим образом не сократят популяцию бездомных собак. Более того, это сделает более жестоким и животных, и людей, сказал Милонов. Подобную позицию занимают и десятки других известных людей нашей страны. Например, известный публицист Дмитрий Лекух также считает, что проблема действительно существует. Но решать ее нужно без варварства. Для начала необходимо проконтролировать не бродячих собак, а занимающихся работой с ними муниципальных чиновников. Ведь деньги на это выделяются из госбюджета. Например, у правоохранительных органов по данным СМИ масса вопросов к освоению средств, выделенных на бездомных животных Астраханской области. Представители которой сегодня едва ли не громче всех ратуют за принятие поправок об автаназии. Вот как эту ситуацию охарактеризовала известная певица, актриса, телеведущая и зоозащитница Илона Броневицкая в интервью для нашего канала. Плохо работающий нынешний закон о собаках решили исправить. Он дал снижение покусов порядка 15%. Это где-то более 20 миллионов людей не были укушенными за эти годы. Эти цифры не замечают, как, впрочем, не замечают и цифры фигурирующих в уголовных делах о хищении собачьих денег на местах. Ощущение, что губернаторы, сидящие в Думе, пытаются собачьей кровью смыть грешки ныне действующих своих коллег в регионах. Эткая круговая порука чиновников. В любом случае претензии разумно адресовать не собакам, а людям. Они породили проблему, им ее и решать. Но главный вопрос в методах. Как уже было сказано, большинство россиян, согласно опросам, считают недопустимым умертлять бездомных животных, когда есть более гуманные и действенные пути решения этой проблемы. Сейчас в разных городах проходят акции против новых поправок 498-й Федеральный закон о животных. А еще вызывают недоумение. Для чего в нынешнее непростое время будоражить общество такими, мягко говоря, спорными инициативами? Может лучше начать выполнять нормы закона, а не пенять на его якобы несовершенство, даже не потрудившись его исполнять? Мы продолжим следить за развитием ситуации и рассказывать вам об этом.